Как говорил один умный енот, закрой это видео быстро, если ты ящерица, беременная женщина или тебе нет 18 лет. Енота всем, друзья, с вами Пуховик. И это предновогоднее выступление футбольного клуба Енот. Кстати, у нас теперь три состава. Это стандартный футбольный клуб Енот, АПЛочка наша, РПЛ я собрал, правда она еще не доукомплектована полностью, и Испаночка. Ребята, ну начнем, наверное, сегодня с того, что мы откроем два новогодних пака. Я их так и не успел открыть, и сейчас мы это с вами сделаем вместе. Насколько я знаю, игроков продавать из этого набора нельзя, то есть они в любом случае пойдут к нам в состав. Давайте посмотрим первый набор, и господи Нил, что самое крутое, что у нас выпало, это ЦЗ-шник серебряный. Ух ты, Майко на ЛП пойдет. Ребята, вот это вот замечательно, вот это вот круто. В принципе, в нашу РПЛочку он отправится. Ух ты, Навас на ворота, Навас. Тоже замечательный для Испании, для РПЛ, мы нашли себе игроков и куча контрактов, физформы и всякая прочая хрень. Итак, ребят, второй праздничный набор. И Фердинанд Рил, Фердинанд ЦЗ-шник. Ну нет, он уже слишком стар для этого. Так, опорничек, опорничек. О, отлично. Верлум, опорник для нашей РПЛочки. ПЗ для Испаночки. Замечательно, ребят. В принципе, хорошо, но, блин, игроков мало, только в основном одни контракты выпадают. Так что придется, наверное, контракты продавать. Итак, ребят, очень жалко, что нету золотых промо-наборов. Вот как есть бронзовый и серебряный. Давайте вот серебряный парочку откроем. Прям, может быть, там что-нибудь, какой-нибудь мега дорогой серебряный игрок попадется. Ведь бывает же такое, да? То, что серебряный стоит по 20 тысяч игроки на вас. Ух ты, ребят, ЦЗ для нашей РПЛ. Это просто супер. Ну, он какой-то очень медленный. Ну, ладно. Мы потом посмотрим. Может быть, что-нибудь хорошее куда-нибудь его и поставим. Так, и очередной наборчик. Что же нам в нем самое крутое выпадает? Да ни хрена. В принципе, вратарь из Завертона только серебряный. Ну, да. Что-то, блин, как-то не прет пока серебряными наборами. ЛП. Отличный ЛП из Бундеслиги. Но, к сожалению, все мимо. Ну, вот. Давайте теперь пооткрываем немножко золотые наборы. Стандартные за 7500. Я думаю, наборов 5 откроем. И сыграем матчик. Может быть, даже 2. Если успеем. ЦП. И у Роменди. В Испаночку. Вполне. В Испаночку. В нашу он пойдет. Неплохо, в принципе. Неплохой пак. Если учесть, что нам надо Испанию усиливать. Нашу. И потом еще и Россию усилим. Так, отлично. ПП. Лайштейнер. Из Ювентуса. Но, в принципе, ни о чем. Отлично. Габи. В нашу Испанию, ребята. Есть отличный ЦП теперь. Габи. Замечательно. Не супер. И Загоев. По-моему, Загоев. Нет, у нас не было Загоева. Теперь есть у нас Загоев. Это просто офигенно. Для РПЛ просто усиление замечательно. Еще и немецкая форма. Так что всех в клуб. Так, и что... О-о-о-о-о-о-о-о, ребята! Это Хуан Мата! Мата-ма-та-ма-та-ма-та-ма-та. Класс. Класс, ребят. Для нашей... Просто для нашей АПЛ это... Это идеально. Это то, что мне нужно было. Вот вместо Де Йонга просто без вопросов. Да, хотя у Де Йонга вроде как удар получше. Но Мата это Мата, ребят. Даже тут, мне кажется, ничего говорить не надо. Значит, остается у нас Сигурдсон и Мата на позиции ЦАПа. И супер, ребят, супер усиление для нашей АПЛ. Фернандес ПЗ, наконец-то так, для РПЛ поехали, ребятки. ЦАП, нет, Танич нам не нужен. Ну и, в принципе, все, все, что у нас было. Но этого больше, чем достаточно, по сути, два игрока. То есть, Мата и ПЗ в РПЛ кто-то там у нас был. Итак, друзья, вот такой состав у нас получился. Рыжиков в воротах. Нета и Березуцкие ЦЗшники. Справа Анюков. Слева Крешита. Слева на фланге Майкон. А Дзагоева на ЦПшника поставил. И Широков у нас будет оборонительный товарищ справа. Джурджин, Джиншак. Кокорин и Киржаков у нас будут в нападении. Что же, давайте попробуем и сыграть таким составом. Ребят, у меня по очкам очень печально все, потому что половину матчей я играл пьяным. А другая половина матчей мне просто пришлось выйти, так как надо было делать дела. И я не успел просто доиграть эти матчи. Так что у меня там, по-моему, всего лишь одна победа. Осталось четыре матча. Мне нужно все эти матчи выигрывать, чтобы не вылететь в шестой, по-моему, дивизион. То есть, по сути, я, скорее всего, вылечу. К тому же и РПЛ очки играем, которая не особо-то сильна. Так что, ребят, даже не знаю. Не очень-то, наверное, у нас получится. Сейчас победители. Против нас играет Марсель. А 0-3, 83 на 87. Хуан Мата. Думбия или Мусай. Я их не различаю. И, по-моему, это Стариш. И слева Самир Насри. И справа Вильян, если я не ошибся. И, ребят, это жесть, конечно. Это просто жесть. Лого торпеды, но при этом такой состав сильный. Отлично! Киржаков забивает. Забивает Киржаков, ребята. На второй минуте. Практически на третий. Киржаков забивает. Еще даже Радар не успел появиться. По-моему, пастом от Кокорина, да, было? Они вдвоем разыграли. И мы забиваем. Это просто замечательно, ребят. Александр Киржаков. Ты все-таки умеешь попадать в створ, видимо. Нормуль, нормуль. Что там все было по-человечески? Никто никого даже не покалечил. Отлично! Широков давай проходи. И на дальнюю. Вон там вижу человека. Нет, не попадает Кокорин головой. Надо было скидочку сделать, наверное. Отлично, раскаточка. И, ну как? Ну как тут можно было? Ну как тут можно было? Да как он? Он просто оббегает. Ну блин, ну это бред. Грязуцкий опять просто за всю защиту отрабатывает. Давай, давай, побежал. И вот это скидочка. И гол! Отлично! Вот это накат. Вот это накатил под удар. Замечательно. Прям сквозь вратаря прошил. Ху-ху! Кто у нас Киржаков забил? Киржаков дубль. Замечательно, ребят. Вот что значит РПЛ. Вот что значит крутая, сильная РПЛ. Какого черта она сильная? Так, господи, я просто такой крутой футболист. Торпеда рву он. Торпеда, в котором составим МАТОС, АМИР НАСРИ и прочие люди. А, ну, что ж. Вот так вот, да. Вот так вот. Александр Киржаков дубль. Замечательное начало. Вот так вот замечательно. У него еще и ДХЕ на воротах. Ребят, только сейчас заметил, что, блин, этот монстр на воротах. Опс-опс-опс. Ну, переключись! Он просто стоит рядом и не переключается. Ты хоть что-нибудь другое можешь придумать, кроме... Господи, ну он еще и прошел. Ну, как так-то? Ну, я же там правильно все встал. Почему защитник ногу не выставил? Бред, ребят. Такие задроты меня просто бесят. Долбоящие тупые, блин. Не может играть, бежит вперед одним товарищем. Конченное чмо, блин. Самому-то не стрёмно? Вот так вот надо... Вернблум, ты что делаешь? Ты же на 11 метров стоишь. Ну, попади ты, ну, по воротам. Ну, как так-то, ребята? Это просто несправедливо. Как будто этого человека подменили. Реально он стоял долго на паузу. И теперь он еще и пасоваться умеет вместо простых забеганий. То есть как будто там брата старшего позвал. Загоев! Ух ты, блин. Ну, почти возле ворот. Отлично, Киржаков. Раскаточка. И Кокорин забивает. Замечательно. Александр Киржаков. Два гола. Одна голевуха. Замечательно. Выж вывели Киржакова. И Кокорина никто не успел догнать. А 3-1, ребят. По заслугам, по заслугам. Наконец-то мы забили почетный третий гол. Обеспечив тем самым лидерство. Я не думаю, что мы теперь сможем проиграть каким-то образом. Надо просто постараться очень-очень сильно. И это печально для вратаря. Вот так вот. Вот так вот. Ну, это, конечно, его собственная ошибка. И Кокорин забивает второй гол для себя. И четвертый для команды. Футбольный клуб Енота, ребят. Вот так вот. РП-лочка Енотская работает. Все замечательно. Сыграли, выиграли. Все четко по плану. По расписанию. Как нам нужно. Кокорин, давай, давай, давай. Отлично. Кокорин, да что ты свистишь, судья? Ну, там же все четко было. Ну, нормально. Без всяких нарушений. Все, отлично. Свисток арбитра. Циклизирует нам о том, что футбольный клуб Енота 4-1 порвал своего соперника, который играл так себе, но составчик у него был сильнее. Ну, что ж, пофигу. Давайте сейчас, ребят, испаночкой сыграем. Итак, ребят, вот такая вот у нас испаночка. Я половину этих людей не знаю. Скажу только, что у нас Манджукич на форварде. Габи есть. В воротах Терштеген. И Вермалин у нас, собственно, в защите. Вот таким составчиком мы будем рвать сегодня очередного оппонента. Ух ты ж, господи. Италия, да? Пагаба. Видаль. Келлини. Слева у нас в защите. Господи, как же тебе Эванс? Ну, в общем, хороший состав. Хороший добротный состав. Наверное, у нас сейчас будут жирвиньи. Так, господи, остановить в этих бегунках кто-нибудь. Вот я скажу, что ж он делает? Ну, их что-то рядом-то просто... Он рядом просто идет. Он... Ему пофигу на мяч. Он там... У него своя атмосфера. А выключил ли я утюг? Ах да! Надо было раньше забрасывать. Ах, Анда, она еще отбивает. Ой-ой-ой! Да как так? Ой-ой-ой, замечательный заброс на Горсию. Ох, удар не получился. Жалко, жалко, жалко. Блин, тут надо было решать. Тут, конечно, уже я начудил. Я ударил неправильно. Беги! Вот так вот заходи. И решай! Ну, решай! Да увалили! Увалили человека! Да ему не дали пробить! Да господи! Судья, ты куда смотришь? Смотрите! Ударил! Я нажал тысячу раз на удар. И его свалили! Ему там ногу поставили. Ему не дали пробить. Почему нету? Почему нет свистка? Да, Петерштаген, какого черта? Что за бред? Почему вратарь идет? Отлично! Да ну почему? Вот желтые ничего не свистят. Блин, ну по ногам же дали. Эй, это нормально вообще? Судья, ты что творишь-то? Как бы людей убивают. Ой-ой-ой, так мог. Пройти! Да как? Да как ты не попадаешь? Да пустые, блин, ворота! Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Что творите-то? Конченые. Коневоскивые. Ну бей! Бенальти! Ну что-нибудь, ну как? Почему? Он что, просто так, что ли, упал? Я не понимаю этого, судью. Он ни черта не свистит. Моих людей убивает, как котята. И все. Убивайте, говорит, моих людей. Ищиная, раскатываем. Давай, Манджикич! Ну, ну как ты? Да что вы, да что вы издеваетесь надо мной? Ну забейте вы хоть один гол. Я им просто, я не знаю, как им так везет. Они баранов жертву принесли, чтобы им так везло. Да что ты не попадаешь? Ну, крученый вдаль мне. Ну как? С правой твоей любимой ноги. Отлично! Да ладно! Ну ты как так не успел-то? Они просто стоят. Защитники просто стоят. Ну это бред, ребят. Фланг стоит. Эти ни черта никто ничего не делает. Ну просто бежит и в рой пробегает по флангу. Отдает точные пассы и все. Сколько у нас таких было сегодня же ситуаций? Ну мы не можем тупо пробить. Вратаря не самого лучшего. Причем скажу и вам. Отличная скидочка. И... Ну и что вот? Ну и что? Такие вот ситуации и мы не забиваем. На, заноси! Гарсио! Отлично! 1-1! Замечательный навесик такой. Черпачком такой маленький, коротенький. Ну его просто одного здесь оставили. Он абсолютно без проблем. А, Серкил Гарсио занес этот мяч своей головой в сетку. И 1-1. Нас это спасает в АК, что спасает от возможного поражения. А поражения нам вообще никак не нужны. У него и Барба. Это зверь еще тот. Вот. Все, ребят, 1-1. Сейчас посмотрим статистику. Но мы были наголову выше соперника. Ему просто очень повезло. Нам очень не повезло. Вот и все. Вот и 1-1. Ребят, ну статистика говорит сама за себя. 2 удара, 1 створ. У нас 1 удар в 9 створ. И счет 1-1. Ну это просто жесть. Просто кошмар. Что ж, у нас еще есть шанс выйти. Остаться в этом дивизионе. Нам нужна победа. За 2 матча. Но это уже в следующем видео, ребят. Будем бороться за то, чтобы остаться в 5-м дивизионе. С вами был Пуховик, ребят. Я надеюсь, вам понравилось видео. Смотрите футбол, смотрите и другие видосы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok